Девушки отдыхают Без перерывов на рекламу Прямо сейчас в эфире Рок-ФМ Сейчас забанят Ну в смысле сейчас эфир Эфир сейчас остановят Потому что как правило все Рок-композиции Находятся под жестким Авторским контролем Здрасте, всем приветики Коротенький эфирчик По делам опять Мотаюсь Здрасте Я линзы нет не ношу Зачем? У меня очки У меня очки С собой линзы А, вы в смысле имеете ввиду для цвета глаз что ли? Да нет, ну что вы Здрасте Краснодар, здрасте У нас уже снег пошел Ну меня там кто-то просил снега Я не знаю куда, где, но я посылал вам Привет, Томск, здрасте Здравствуйте, Юрий Анатольевич, Беларусь Да, вижу Ну это, как говорится Животрепещущая тема Переговоры России и Америки По поводу безопасности Вот По нулям Ну, собственно говоря Никто и не сомневался Собственно, что По-другому будет Но я могу одно сказать Что это хорошо, что поговорили Как говорится Чтобы потом не было Мы вас не предупреждали Мы вас не Вот Было Поговорили Восемь часов говорили Я не понимаю О чем с ними можно было Говорить в восемь часов Я так думаю Что и по НАТО Тоже не будет Никакого Никакого Результата Про Евросоюз В целом Говорить вообще Смысла нет Я думаю Что мы сейчас Перейдем с ними В фазу Очень такого Жесткого Жесткой конфронтации Ну, может оно И правильно Здравствуйте С Буденовска Старопольский край Спасибо за снег У нас много Я не знаю Вам, кому, где Я вам посылал Привет Комсомольск на Абуре Санкт-Петербург Вот Так что так вот Ну, я говорю Что с американской Элитой сегодняшнего дня Нет смысла договариваться Потому что Ну Все Все договора Все договора Они, как говорится С легкостью их Игнорируют Если им это надо Но я понимаю Что нам нужно было С ними для начала Поговорить Поговорить Для того, чтобы у нас Потом были развязаны руки Ирина, привет Я вижу Да я не хочу говорить О событиях в Казахстане События уже все закончились Их следовало В принципе Ожидать Ну Я для себя Конечно Много чего нового Про Казахстан узнал Вот Не очень приятного К сожалению Потому что Ну в таких ситуациях Открываются Какие-то такие нюансы Которых ты раньше Ну скажем так Ты не догадывался Что на все Насколько все сложно И серьезно Вот Ну Произошло и хорошо Произошло и хорошо Мало Мало как бы Серьезных последствий Они безусловно есть Есть жертвы Могу только посочувствовать Но я знаю одно Что Могло быть больше Если бы Ну скажем так Давайте смотреть прямо А ДКБ Это условность Да А ДКБ Как бы Да Если бы Россия Не вмешалась Вот Потому что То количество Там Остальных Там Участников Которые прислали Свои войска Ну Оно никакое сравнение Не идет С тем Что прислала Россия И понятно Кто играл Как бы Главную Основную роль В этом Вопрос Просто в том Что Какие будут выводы Сделаны самим Казахстанским руководством Как это отразится На В дальнейшем На наших Отношениях Потому что Ну что греха таить Как бы Русских из Казахстана Выдавливают По хорошему Мягенько Аккуратненько Так скажем Выдавливают То что в Казахстане Поднял голову Так скажем Махровый национализм Ну так я всегда говорил Там где голову Поднимает Национализм Ничего хорошего Не жди Все закончится Или Грузией Или Украиной Рано или поздно Потому что Эту заразу Надо давить Эту заразу Надо давить Вот Потому что Это на сегодняшний день Зло Зло Причем Зло даже Не там Не по отношению Там как бы К русским Там или еще Там кому-то Вот По отношению Даже к тому Что как бы Сам народ Пострадать начинает Потому что Ну вот Подскакали в Киеве Там Да На независимости Майдане Ну че Лучше стало жить Нет И еще будет хуже Потому что Как бы уже Ну Точка невозврата Она пройдена Вот Так что так Поэтому Я хотя бы Разобрался в деталях Как теперь устроена Вообще Казахстанская политика Собственно говоря Потому что Я так предполагал Что там собственно говоря Баи между собой Там все делят И так далее Так оказывается Там три жуса И каждый жус из себя Там кое-что представляет И так далее Очень интересно Когда возникает проблема Ты начинаешь не интересоваться И прямо открываешь Очень-очень Интересные моменты Меня интересует В этой ситуации Опять-таки Исключительно Прагматичность Потому что Политика Она лишена Там лирики Вот Казахстанский Казахи мне не брать Ну то есть Мне там братья Там Мне там братья белорусы Мне там как бы На сегодняшний день Там с натяжкой Но тем не менее Братья украинцы Вот Казахи-казахи Они мне не братья Ни по каким вообще Там параметрам Не проходят Ни по религиозным Ни по национальным Мы даже не одна Грубо говоря Группа Вот Там половина Казахстана Спит и видит себя В великом Туране Как бы И так далее Поэтому нет Меня интересуют Исключительно Партнерские Взаимовыгодные отношения Я бы хотел понять Что Россия Получит За то Что оказало Казахстану Вовремя Какую-то Скажем так Моральную Политическую В том числе Силовую поддержку Чтобы страна Не ухнула В кровавое Месиво Гражданской войны Просто-напросто Потому что Там бы пошло Все в разнос Вот Эти жусы Которые там Между собой На протяжении Столетий Собственно говоря Выясняют Периодические отношения Причем Там как бы Это все естественно Потом бы перекинулось На другие народы И так далее Там все печально Понимаете Там С Такой Знаете С хорошей С хорошей Такой Скажем Азиатской Азиатской Изюминкой бы Началось бы такое Что мама дорогая Поэтому конечно Хорошо что Это все успокоилось Вот Но нужно же делать Выводы Это раз Но меня интересует Исключительно Другой вопрос Что собственно говоря Получит Россия взамен Вот Потому что Скажем так Еще раз говорю А ДКБ Это некая такая Условность Понятно что Первую скрипку В ней играет Россия На сегодняшний день В новое правительство Как сказал По-моему Кто Магдасаров Не помню Или даже тот же Соловьев Не слушал сегодня еще Что Министром Информационной политики Там откровенное Совершенно Какое-то там Националистическое Мурло Получило пост Министра информации Которая откровенно Собственно говоря Там Высказывалась Там в сторону Там вообще России Русского населения Русскоязычного И так далее Ну хочется сказать Что Ну спасибо Блядь Вот За все что Как говорится Сделали Мы получили Министра информации Откровенного Казахского Нацика Вот Ну как говорится Такая казахская Благодарность Собственно говоря Это странно Очень выглядит Понимаете С одной стороны Когда говорят Там типа Там Благодарят Ну лично Владимир Владимирович Как бы Да Но тем не менее Возникают вопросы Возникают вопросы Вот как бы там Как бы там ни было Ну там Сколько там Русских Было там 40 процентов Русскоязычных В Казахстане Сейчас там Дай бог 20 Может меньше Ну хорошо Тем не менее Но это как бы там ни было Это пятая часть Пятая часть Граждан Казахстана Хочу спросить А хоть один Хоть один министр Русский В правительстве Казахстана Нового будет Или будут все Только казахи Нет Я не сомневаюсь Что казахи Умные люди Но знаете Как говорится В России Например В правительстве Там Даже министром Там как бы Там министры Там есть Собственно говоря Там не этнические Русские Но тем не менее Хотелось бы просто Понимать Как бы Да Почему то я сомневаюсь В этом Я сомневаюсь Что взамен то мы получим Так что так вот Так что бог с ним С Казахстаном Время покажет Важно что Как говорится Ну Ситуация произошла И мы внимательно Посмотрели Друг на друга Мы внимательно Посмотрели друг на друга Кто из себя Что представляет Это опять таки К вопросу К вопросу Там да Попытки там Воссоздания Советского там Союза Я категорически против Мне очень жаль Что Советский Союз Распался Но я понимаю Что Что нет смысла Его Воссоединять Потому что Советский Союз Это воспоминания Людей Тех кому за 50 Приятные Ну даже там Пускай за 40 Ладно Хотя там Когда Союз распался Там Грубо говоря Им там было 10 лет Что они собственно Говоря могли помнить Вот Вот когда у меня Союз распался Мне было 20 лет Я все прекрасно Помню Поэтому вот эти Воспоминания для тех Кому за 50 Как бы Ну это такое Молодежь совершенно сейчас Другая И другие векторы Другие цели Задачи И тому подобное Да и потом Я написал У Соловьева Он высказался По поводу Эффективности Работы ДКБ Я написал Что это очень Хороший инструмент Теперь Для политических Элит Решать проблемы Внутри страны Чужими руками Вот Чужими руками Потому что Ну по большому счету Если здесь Наши не вмешались Как бы Ну в смысле В силовом варианте Да И слава богу Не пролилась кровь Там наших ребят Там десантников Хотя понятно Что в том же Казахстане Там полно Там тех Кто там Не просто там Националисты А там Исламские фундаменталисты Которые там Собственно говоря Воевали В том числе И в Сирии Прошли военную подготовку Там и воевали Вот Этого есть Мы почему-то Я вообще не понимаю Почему мы замалчиваем Эти вещи Мы как-то стыдливо Об этом молчим О национальности Преступников О их Как говорится Религиозной принадлежности Вот И тому подобное Я считаю Что об этом Общество должно знать Кто собственно говоря Там паршивые овцы Я понимаю Что допустим Там Количество Там допустим Русских Там Больше Ну Преступников Как говорится Но если мы возьмем Допустим Там Преступление На Количество народа Которому принадлежит Преступник То мы собственно говоря Поймем Кто Кто в стране Совершает больше всего Преступлений Я считаю Что нужно менять Очень кардинально В том числе И Иммиграционную политику Мы должны Жестко ограничивать Жестко ограничивать Проникновение сюда В страну Скажем Людей Которые Ну скажем так Из государств Которые нам Нелояльны Мы должны Очень серьезно Упростить Систему получения Русскоязычными Гражданами Бывшего Советского Союза Гражданства России То есть Если он Если он Грубо говоря Русский человек То он По определению Имеет право Получить Российское гражданство Прямо в ускоренном В ускоренном Темпе Мы можем там Рассматривать Допустим Другие национальности Какие-нибудь Которые пытаются В нашу страну попасть Но мне кажется Что Граждан Бывшего Советского Союза Русскоязычных Так сказать Соотечественников Мы должны Очень быстро Принимать Я уверен Что проблема Переселения Русских Из Казахстана Должна решаться И должна решаться В ближайшие 5-10 лет И те города Которые сегодня Хочут строить Шойгу Там На Урале И так далее Их нужно начинать Строить уже сегодня Уже сегодня Потому что Нам нужно место Куда мы можем Переселять наших Соотечественников Понимаете В чем дело Вот И это можно Строить целые города Понимаете Ну давай уже Едь Вот Нужно строить Новые города В которых Эти люди Могли бы Бесплатно Получать Получать Жилье У нас проблема С переселением Русских Из Казахстана Возникнет Я уже прекрасно Понимая Куда И к чему Все идет Вот Все идет К тому Что мы получим Гонение Русских В Казахстане Как это сейчас Не странно звучит Мы получим Это Вполне серьезно Говорю И нужно сейчас Уже решать Эту проблему Вот Нужно сейчас Строить эти города Так что Так вот Ну посмотрим Короче Как оно будет Я могу так сказать Что Как по мне Так сигнальчик Не очень хороший Произошел Его стоило Ожидать Вот А учитывая Что Уже мы выводим Войска Ну в смысле ДКБ выводим Вот Я понимаю Что ничего Кроме Кроме Спасибо Россия в ответ Не получит Вот Я уверен Что с таким Министром информации Как сейчас Будет В Казахстане Эту ситуацию Еще будут качать Что российские Просто что называется Войска Там Ну чуть ли там Не агрессоры Не оккупанты Не захватили Власть В Казахстане Вот Эти же люди Умеют качать Вот В Москве солнышко Да В Москве Сегодня хорошо Сегодня 13 градусов Сегодня Так это Морозец И да По естественному Морозец ударил И солнышко Вышло Вот В Москве Хорошо Да Да Я знаю Что там Как бы Умер Хороший Достаточно Журналист Прям жалко Действительно Вот Жалко Прямо Я Зеленский Да Он молодой Кстати Он младше Меня 46 лет Но я Но я так понимаю Что там Видимо Что-то Или сердце Или что-то Потому что Я так понимаю Что это не ковид Там что-то другое Видимо Вот Это внезапная смерть Внезапная смерть Значит Тогда это Скорее всего Связано Видимо С сердцем Вот Жалко Хороший Журналист Мне он нравился Он такой Деловой Очень был К Ефремову Какому Ефремову Вы уточняйте К Ефремову Вот К Ефремову Старшему Младшему Старшего Ценю Как человека Великого Актера Советского Вот Скорее всего Ну Советского Да Потому что Он Меня Ефремов Старший Плохо Ассоциируется С Современной Россией Все-таки Вот А что касается Младшего Ну Слушайте Ну То что он Талантливый Как бы там Актер Это не отменяет Того что Как человек Он говно Собственно говоря В том плане Говно Что ну Что бухает Как бы там Приводит потом К трагедии Вот и все Вот и все Это как бы Ну я считаю Что это Такой знаете Показатель Не очень хороший Вот Он 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 не глупый человек Он прекрасно себе Там в редкие минуты Когда он был Не пьяный Должен же был Отдавать себе отчет Что не надо Садиться за руль Пьяным Вот и так далее Вот Ну Ну к сожалению Видите Как сказать Где-то вот Пропил Пропил что называется Мозги И за это Теперь расплачивается Вот Не оправдываю Не оправдываю Абсолютно не оправдываю Вот Наоборот Я считаю Что такие Как он Позорят Актерскую профессию Позорят фамилию И так далее Несмотря на все его заслуги Как актера А актер Актер он хороший Да Он талантливый актер Понимаете Мне как я еще раз говорю Среди актеров Очень много талантливых людей Вот Но Как человек Как человек Большинство Ну не большинство Наверное скажем Это я чересчур Перегнул конечно Ну как Как они люди Никто не отменял Но люди могут быть и говно Как вы понимаете Про меня можно то же самое сказать Я ни в коем случае Не Не это Себя не пытаюсь Там как-то выгородить Наверняка есть Те кто могут сказать Про меня Что я тоже говно Вот Вот так далее Какая у меня машина Хорошая Молодой человек Уже не молод Плюс алкаш Да Ну Понимаете в чем дело Ну нельзя 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 садиться за руль пьяным Нельзя садиться за руль Обкуренным Понимаете Под воздействием наркотиков И так далее Нельзя Нельзя И я уверен Что у него хватало мозгов Для того чтобы это Это понять Но почему то он это не понял Так что так Публичного человека Ответственность должна быть выше Вы себе не представляете Как эта публичность Мешает мне Вот То что меня узнают на улице И так далее И так далее Это с одной стороны кажется Там да там Очень приятно Да ни хрена подобного товарищи Иногда это ну Бывает не в Не в жилу вообще в целом Я бы предпочел Как говорится Оставаться инкогнито Вот Так что так вот Да не хочу я про блогеров говорить Там про этих Дани Милоховых И так далее Ну Вы же все сами говорите Которые несут бред и дебилизм Я даже Мне нечего комментировать Я с вами совершенно согласен Привет Рязань Здрасте Да Так что так Что касается американцев Я думаю что у нас будет сейчас Это Ну я Вот что бы сделал бы я На сегодняшний день Вот что бы я сделал Вот абстрагируясь абсолютно От всего Что бы я сделал Как вот актер сейчас Фантазирует Что бы я сделал на месте нас После переговоров С американцами Которые не дали результата И которые не дадут результата И так далее Я бы сделал бы следующее Я бы во первых Я бы во первых Отозвал бы всех послов Из стран восточной Европы Которые являются членами НАТО Я бы что еще сделал Я бы наверное признал бы ЛНР и ДНР Вот И в ускоренном порядке Принял бы их состав Российской Федерации Вел бы туда войска Российской Федерации Вот Я бы что еще сделал Я бы прервал бы все экономические Экономические Вообще любые экономические Сношения С Украиной Естественно тоже бы Оттуда отозвал бы посла И собственно говоря Готовился бы к тому Чтобы при малейшем поводе Скажем Нанести какой-нибудь Скажем так Упреждающий Аккуратный Точечный Желательно без жертв Но с максимальным повреждением Инфраструктуры НАТО На территории Восточных Восточных государств Ну вот просто Вот как бы В качестве фантастики Допустим Вот я президент Российской Федерации Да Вот Вот что бы я сделал бы Допустим Потому что это рано или поздно Все равно придется делать Это рано или поздно Придется Ну то есть Вот Логика Логика как бы Да То есть можно при этом Обижаться на меня Не обижаться В политике Вот вы же понимаете Обиделся Не обиделся Как говорится Ну на это С прибором Что называется Кладут Вот Поэтому вот Как бы Логика подсказывает Что это ближайшее Что может быть И нам нужно готовиться К тому Что будут применены Другие санкции Вот И скорее всего После этих санкций Последует разрыв В том числе И Дипломатических отношений С Соединенными Штатами Как мне кажется Ну во всяком случае Я вот так думаю Вот Причем Причем это как бы Ну вот В ближайшее время Я думаю В ближайшие там Ну там Месяца два После окончания Тех переговоров Которые сегодня Идут Которые еще будут Там В Женеве Там и там И так далее Я бы не шел бы На переговоры С Европейским Союзом Нет смысла Европейский Союз Ничего не решает Это подстилка США Как бы Там надо с США Разговаривать А США Ну Уже в принципе Понятно Вот Жалко Не хочется Правда Не хочется войны Хочется Как говорится Со всеми дружить Вот Хочется со всеми Спокойно торговать Везде ездить Но Есть действительность Она жестокая Наши хотелки Как говорится Ну это наши хотелки А по факту Что получается То получается Вот Очень надеюсь Что я буду неправ Я бы очень хотел Быть неправ В этой ситуации Прям Я хотел чтобы мне прям тыкали в рожу Тем что я херню сморозил Но Это можно сделать Там через 2-3 месяца будет Если все случится не так Как я сказал Я готов тогда посыпать голову пеплом Покаяться Извиниться Так что так вот Да Ну понимаете в чем дело Любая Любая такая Как бы пандемия Которая случилась в мире И так далее Она приводит как минимум К двум вещам Это к войне И голоду Потому что Ну как бы Болезнь Там чума Грубо говоря Голод и война Всегда ходили За всю историю человечества Ходили рука об руку Вот То есть Гаджеты у нас поменялись Но Все остальное осталось таким же И люди в том числе Так что так вот Ладно друзья мои Я вас не понимаю Я побежал У меня сегодня дела Я звоню Вот Я вам Я вам желаю всего самого хорошего И давайте до скорой встречи Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok